Субтитры делал DimaTorzok То есть мы в молоко опустили творог? Да, в молоко подогретое до температуры кипения опустили творог Чтобы выделилась сыворотка Чтобы творог прогрелся весь Чтобы творог прогрелся Еще раз, что нужно делать? Интенсивно перемешивать, чтобы не пригорело И чтобы образовалась однородная масса Выделилась сыворотка Начинает отделяться сыворотка уже Вот она уже такая светло-желтая Нужно еще немножко, чтобы она была немножко зеленоватого оттенка Что сейчас производит Екатерина, рассказывайте Так, сейчас нужно слить всю нашу получившуюся массу Куршлаг Чтобы отделить сыворотку Оставляем творог на самом прессовании, чтобы сыворотка полностью удалилась Продолжаем, что делаем? Мы сейчас растопили сливочное масло Добавили немного туда поваренной соли Это для вкуса А также добавили соль плавитель Но в роли соли плавителя у нас выступает обычная пищевая сода Сейчас нам нужно прогреть это масло До образования плотной белой пены А зачем нам это масло нужно в плавленом сыре? Мы добавляем туда творог И масло у нас выступает в роли плавителя То есть без масла у нас не расплавится творог И не получится плавленый сыр Понятно Сейчас мы ждем, когда образуется плотная белая пена То есть мы одновременно это все подогреваем Мешаем и подогреваем на пыльке Но масло мы не должны до кипения довести, да? Нет, только до образования плотной Вот такой белой пены Вот она уже видно, что начинает образовываться Где-где-где-где По поверхности уже начинает образовываться эта белая пена Вот ее прям видно Да-да-да Сейчас мы будем уже опускать творог Вот уже зашипело Можно опускать творог Давайте, девочки Мы опускаем творог И начинаем тщательно перемешивать Чтобы масло соединилось у нас с творогом Огонь нужно немножечко убавить Чтобы у нас ничего не фидорило И начинаем плавить Сам процесс плавления Так происходит И мешаем постоянно, чтобы не пригорело Правильно? Да, постоянно, чтобы не пригорело Это во-первых А во-вторых, чтобы образовалась однородная масса Без комочков Мне кажется, тут одни комочки Нет, без творожных комочков Без творожных комочков Без творожных комочков Минут пять Минут пять Ну все, мы размешали Достаточно уже расплавили нашу массу Теперь нужно снять с огня Мы снимаем с огня И нам нужно поставить на пару минут Чтобы масло Масло у нас остыло Так как мы будем вносить в нее яйца Чтобы яйца не свернулись Как раз вот мы оставляем Чтобы масло у нас подостыло На пару минут буквально Екатерина, а зачем яйцо добавляем? Яйцо является связывающим компонентом А также оно добавляется для улучшения консистенции Нашего сыра Так, и сколько яиц добавляем? Ну вот на такую массу Нужно добавить два яичка Два яичка, понятно Яйца должны быть желательно свежие, не магазинные А у вас здесь они откуда? Свежие Свежие яйца И куры свои здесь в институте есть? Нет Фермерские яйца? Да Отлично Можно очень быстро, ночевать, ночать С блендером Союзную массу Сыр у нас получится классический То есть без добавок дополнительных Вот видно, что получается однородная уже масса Без коммашки Классическим сливочным, мажущим Мажущей консистенции Вся технология изучается у нас вручную То есть не только теоретически, но и практически мы можем все это изучить И намного лучше запоминается весь технологический процесс Но и все равно я без практики не знаю Ясно Сыра Ну да, вот то видно, что масса становится однородной у нас образовалась однородная масса уже непосредственно сыр теперь нам нужно будет его переместить в предварительно полоснутую холодной водой форму для того чтобы сыр наш не прилипал стенкам формы так и сыр дальше куда пойдет в холодильник в морозильную камеру морозильный он не должен замерзнуть просто морозильную можно и холодильный на морозильный мы погружаем для того чтобы он быстрее охладился теперь нам нужно по форме его равновесно уплотнить это будет есть то есть у вас практически занятия по поеданию нас обязательно после того как мы приготовим продукцию нас обязательно идет дегустация для того чтобы провести органическую оценку качества готова но бывает так что не получился продукт чаще всего у нас получается чаще все строгать по технологии ясно нужно теперь закрыть крышечкой у нас также разработана от нашего факультета вот такая вот эмблема на этот сыр забавным котенком сыр у нас классический вот произведено технологическим факультетом love плавуч круче кроме классики еще что можно делать можно кроме классики делать любые сыры это уже на что у вас хватит фантазии можно добавлять туда грибы огурчики какие-то приправы укроп также можно делать сладкие сыры ну это в общем кто на что город а в какой момент добавляется ингредиенты это добавляется уже после того как мы внесли яйца после перемешивания блендером уже вносится добавка и перемешивается уже не блендером а ложечка для того чтобы не превратить ингредиенты в кашу теперь нам нужно отправить это все в морозильную камеру вот мы достали уже наш сыр из морозильной камеры но у нас не очень много времени поэтому консистенция еще не до конца сформировала насколько прошло времени прошло минут десять не рублей сяда а сколько нужно ну как минимум полчаса еще постоять для того чтобы полностью сформировалась консистенция готового сыра можно также взять кудточки продегустировать что у нас получилось нас консистенция консистенция получилась уже непосредственно маршащи можно вот так взять и намазать в готовый продукт уже непосредственно на хлеб и продегустировать оценить органолептические показатели провести оценку качества так пробуем значит что у нас в этом в этом плавленом сыре творог масло яйцо правильно и соль и соль отличный вкусный сыр приходите учиться в урга вот здесь вкусно